Всем доброго, здоровьицы и приятного аппетита! Кто сейчас кушает с вами, Юлия и Мишка. Всем привет! Ну что, наконец-то мы вернулись в игрушку под названием... Дабс! Да, у нас будут сегодня моды и нечто страшное и нечто крутое. Начнем с модов. Как вы думаете, есть ли какие-то изменения, глядя на этих персонажей? Ну, кроме того, что они совершенно все разные, припухшие, опухшие, все остальное... Сложно сказать пока... Ну, поэтому начнем смотреть, что же появилось. Этот мод называется мод на кровь. В общем, сейчас в Тапсе станет все серьезно. По-моему, что-то такое раньше было, я не помню. Да, 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 я вот тоже, кстати, припоминаю. Вот, видите, начинается же брызгать. Это нам сегодня пригодится, на самом деле. И в дальнейшем Тапсе стало, конечно, немножко пожестче, я так скажу. Но и в тему вот этого сражения, всех с наступающим Новым Годом... Конечно же, но, кстати, она знаешь, выглядит... Тапсе был не такой жесткий, как вот сейчас происходит на этой карте. Как сияние, я бы сказала. Ну да, 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 это течет. Сразу хочется новый, 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 новый гол. Поэтому смотрим пока, как его режутся, чувачки. Но на самом деле это не будет темой всего ролика. Тема ролика будет сейчас гораздо жестче тема. Но сейчас это, я уж хочу дождаться... О, вот сейчас... Он разозлился просто. Кто-то там очень кровью брызжет. А я думала, это не из-за цензуры. То есть прикольно, когда стрелой попадают, прям там... Жестко стал, мне кажется. Здесь можно теперь более... Ну, фиг знает, цензура ли. Ты думаешь, это цензура ли? Ну, выглядит, знаешь, как будто, типа, размыто. Вот, 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 вот. А я не знаю, почему вот как-то странно так получилось. Тут прямо, ну... Супер. Прямо туда, куда надо попало. Ладно, возьмем какую-нибудь карту немножко побольше. Можно даже зимнюю. Хотя, на самом деле, подойдет больше вот это. Твоя любимая. Первое, что у нас будет... Вот посмотрите на эти маленькие аватарки. О-о-о-оу. Оказывается, это самые припопулярные персонажи. Я, если честно, даже не представляю, что это такое. И он стоит сумасшедших денег. Чем мне ответить? Его аж трясет. Давайте танками, типа, нападений на человечество. Все, так, тормозим. Я не знаю, что это. Оно. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Жалко, что оно передвигается непонятным образом. Ну, да ладно. Поехали. Танки пошли в атаку. Почти кратки, но... Я не знаю, как оно сражается. А, оно руками. Укью, оно разгребает всех нафиг. Да, это оно. Она просто, видишь их? Просто... Просто... Ё-моё, ё-моё. Жесть. Танки просто в щепки разлетаются. Просто кусочки в разные стороны. Мужики тоже. Это называется, когда вели раскопки. И обнаружили нечто, что нельзя было. Раскопали туда, куда не надо. Да-да-да, открывали. Вот, и, как сказать, есть ещё и ответ этому персонажу. Ой-ой-ой, это потом... Единственное, у меня было такое ощущение, как будто он перевёрнут вверх ногами. Ой, а это что? Ещё какой-то монстр непонятный, дикий, который даже на паузе рвётся. Кстати, на что-то похоже очень сильно. На гусиков. Танец маленьких цыплят. Утят. Ой, всё, полетел. Так, посмотрим, что он из себя представляет. Какие у него атаки, что он вызывает. Ну, слушай, он просто месяц как сумасшедший. Эффектно. Очень клювало. Много взрывов. Всё как мы видим. Да, ТАПС, конечно, удивляет. Блокбастеры можно снимать. Слушай, сколько стало. Я небольшой сделаю ещё, точнее, небольшой анонсик. В общем, разработчики ТАПС анонсировали мини одну игру. Так что, знаете. А, да-да-да. Подробности чуть попозже. Так, ладно. Короче, сегодняшняя тематика мне хотелось устроить, так как я мод на кровь установил. Мортал Комбат. Блин, ну, я понимаю теперь, к чему, да. Должна же жестокость быть. Конечно. Возьмём какую-нибудь арену и посмотрим персонажей, как они сделаны. Естественно, не мы делали. Надо это озвучивать обязательно. Типа, хруст костей там. А мы, кстати, послушаем, как будет звучать. Вот так вот такие. И так, первый боец, Скорпион. Так, это забавно озвучивали все эти вещи. Да, есть ружья, кстати. В жизни не догадаешься. Слушай, ну, клёво сделали. Это без модов. Это вы можете сами скачать. Это Скорпион, так? Ну, естественно. А это Сабзира. Сабзира, да. В общем, блин, надо вот с этой стороны. Файт, поехали. По одному раунду. Так, посмотрим, как они сражаются. Опа. Разошлись, девочки. Так, сбоку тут не суперинтересно, как удобно. Миш, карта просто странная. Нормально. А как раз? Знаешь, где там это было? На адской карте, на тёмной. Хорошо, но мы их ещё... Это их первая, как сказать, встреча. Слушай, ну... А то тут слишком всё радужное. Ты хоть раз в Mortal Kombat виделся такой. Ну, кстати, у них в первых частях аналогов я, конечно, не видел. Но, допустим, более-менее светлые тона присутствуют. МК уже не тот, я могу сказать. Да, короче, неподходящая карта. Юля права, давайте пойдём в что-то тёмное. Вот здесь или вот здесь яма. Вот, такая же. Ну, давай. Да, надо было сразу сюда идти. Всё, видишь. Эксперт, который не может выполнить ни одно фаталити. Всё, поехали. Сражение. Здесь даже лучше видно будет, на самом деле. Единственное, что есть шанс того, что они упадут. Это, короче, МК, где они могут по всем, так скажем, направлениям идти, по всем осям. Да, усовершенствованная версия. Не только 2D перемещение. Да, кстати, были части, там, например, Армагеддон. Можно было сходить, ну, то есть, вниз, вверх, а не только вправо-лево. Так что, здесь именно такая тематика. Слушай, ну, знаете, чё, по-моему, у Скорпиона, что ли, была такая тема, что он... Опа! Победа за красным. Кто у нас красный? Сейчас узнаем, кто красный. Скорпион победил. Значит, всё, стадирует, он же мог, по-моему, перемещаться, да, как-то или нет. Типа, лякоктили. С одной в другую сторону. Ну, да, да. Я вот эту карту ещё возьму. Следующий. Вау! Вот это арена более подходящая. Вау! Прямо, знаете, действительно, лейт. Против Люкенга. Обязательно надо посмотреть. По канону, по канону, потому что в фильме как раз будет сражение Люкенг, прям вообще, и Люкенг более правильно, наверное, будет. И Рептилии. Всё, давайте, ребят. Похож, похоже. Да, вообще идеально. У них почему только все атаки кицыны? А у Рептилии будут? Ну, я бы вот добавила, кастрю, он плюёт, тогда, или что-то, кислотой он плюёт. Он плевал кислотой. Видишь, этот отбивает. Ну, понятно, но тут кислоты-то вроде особо нет. Они, когда сталкиваются... Карта, конечно, я понимаю, что более, может быть, канонично, что-то тёмное, но я ничего не вижу, что здесь происходит. Он просто зачемырил этого... А, вон он. Вон. Он, видишь, горит. Он ещё жив. Карта-то офигенная. Карта офигенная. Ну, редко здесь были. Видишь, хопа, увернулся от кислоты. Опа. Слушай, ну здесь... Здесь можно в конце супермахач. Он подпукивает прям. Шансун... Ой, если есть та Шао Кан, то тут, конечно, будет... Всё. Он, по-моему, просто в яму упал. А кто нас внутри? На самом деле. Интересно, мы, правда, не проверяли. Там же есть вроде как тёмная, можно сказать, сторона, да, и светлая. Как бы да, но мы уж в такую не будем. А ты что, тебе эта карта не нравится? Я ничего не вижу, Юль, если честно. Я бы хотел что-нибудь это... Ну, давай твоя любимая. Я ничего не вижу. Это типа замок кого-то там. Да. Давай, дальше что у нас? Китана и Нелена. Кунглау, ты что пропустил? Кунглау. Ну, Кунглау против Китана-то вряд ли бы сражался, на самом-то деле. А вот Милену можно было бы... Ну, давай. Вот, конечно, ну всякие... Посмотреть сначала. Да, Милена. Слушай, ну очень похоже. А ротик-то прикрыт. Ну, всё по канону. И Кунглау. У неё всё, шапочка. Она, как-то сказать, карантин, там все дела, всё как положено. Не, у неё просто это, она же раса этих... Да я вшучу. Барак, как там называлось. Всё, ладно. Здесь зато есть место. У неё была ослепительная улыбка. Согласен. Вообще её 64 зуба. Ты что, Кунглау? Он пацифист. Решил, да. И она, кстати, тоже крутится такая. Что случилось-то? Погодите, вы что, сражаться не хотите? Да, они решили, что к чёрту всё это делали. Во, всё, наконец-то. Мы не будем пешками. Вот это увороты. Как в стиле Макс Пейн. Надо бы, она её настигает. О, нет. Как будто циркули. Она же булками своими отбивает. Просто пофигу. Но она пока не может до него добавить. О, давай. Атаки мим прошли. Всё. И теперь они столкнутся рядом. О, пошла кровь. Наконец-то морду ухом. Это у неё, да, такая тема, что она вампир? Слушай, она его просто сломала. А нет, побед за красными. Ого, а как-то странно. Он её сломал. Каким уж образом. Силой мысли. Вау, он, видишь, всё-таки в неё воткнул вот эти штуковины. Вот так вот. Поэтому Милена вываливается. Так. Куан-Чи. Я не... А, Кунг-Джин. Точнее, Кунг-Джин ещё. Китану давайте поставим. Против кого она? Я вот, если честно, не знаю. Ну, Псайбов. Что такое Эрон Блэк? Шан Сунг. Чуть я не помню. У нас Фу-Джин. Райден. Лю Кенг. Да может, пофигу, пойдём по... Вообще, как это сказать? По порядку, чтобы не запутаться потом. Всё. Ну, какая разница? Они же... Там была какая-то тема, что сражались всё равно друг против друга. В игре же так не будет, правильно? Там кто кого выберет, того и этот будет персонаж. Короче, пишите пока, какой МК вам больше всего нравится. За последнее время не так мало частей вышло. Неплохо луком, кстати, пользуется, я бы сказал. Зачем стрелять, если можно вместе с ним прыгнуть? Так, ну, слушай. У него супер тетива, понимаешь? Я, понимаешь, вместе с ним улетел. Она сейчас с себя, мне кажется, такой. Слушай, довольно эпично всё выглядит. Он как будто как в Матрицу вернулся. Похоже. Ну, чисто луком бьёт, правильно. Так, победа за красным. Пока, кстати, заметьте. Одни красные выигрывают. Ну, это случайный набор, поэтому ничего не знаю. Но потом победители. Кенши, это слепой герой. И Эрон Блэк, это, по-моему, из десятой части ковбойчик был. Вот. Я вот плохо его помню. Я помню, помню. Это из новой части. Всё. Вот, пошла, кстати, кровишка. Пошла резня. Ещё раз атака. Ну, в принципе, ещё один он боится. Муртал комбат хочет на арену. Неизвестный. Против того, как он орёт там кот. Победа за красным, опять же, странно. Предлагаю сменить карту. Давайте уж чуть-чуть пыльную возьмём какую-нибудь. Давай, давай. Которую я никогда не беру. Надо исправлять. Да, ты как-то ей пренебрегаешь. В общем, у нас победил Кенши, получается. Да. Так, у нас, смотрите, какой-то Нубсайбот интересный. И ещё Нубсайбот. Видимо, версии Нубсайбот. И ещё есть Нубсайбот. Я даже не знаю, какой лучше всего. Ну, с оружием, ну, нет, с косой, это уже не то. Давайте вот это больно органонично будет против Шансунга. Давай. Ну, окей. Ну, опять же, посмотреть. А, вдруг они там терепортируются. Так, быстрее. Шансунг, такой, типа, гладей. Он больше похож на эш такой, с первой части. Блин, у них первая стычка. Летели, летели просто немножечко. По курсу не совпали. Они вечно, знаешь, как Макс Пейн. О, ну всё, он его повалил. Теперь он его. Сейчас он заберёт его душу. Победа, да. За синим. Это он так бабахно. Показал, кто здесь главный. Хотя, по-моему, Нубсайбот один из самых каких-то... Нубсайбот. Читовых персов. Ну, он так и назван был в каком-то смысле. Хоть и это к Буну отсылка-то, фамилию перевернула. Я поняла, да. Так, ладно. Цитрион, это, по-моему, из 11, что ли, версии. А Фуджин, он был в четвёртый, впервые появился. Помню, нормальный. Похож на мастера боевых искусств. Так, стоп, пауза. Всё, бойцы готовы. Вот с ним я как-то мало знакома. Ну, ты как нечастый игрок, наверное, Мортальника. Ну, я всё равно в этой вселенной знаю, чё-то. Чё-то знакома. Слушай, ну, у них, ух ты, ничего себе, весь в репье стал. Чисто ногами. Чё-то у нас, знаешь, такой Мортальник без крови. Чисто магия какая-то. Вот у кого-то была. Вот, ну вот, пошло. Ногу сломал просто. Знаешь, с этого ракурса было просто. С запозданием озвучиваю. Вот, как будто нога в крови все. Слушай, ну, получилось неплохо. Как будто тормало. Да-да-да-да-да. Жалко, фатальти нет. Чё, здесь ничего не поделаешь. Так, Райден. Бабалец. Да-да-да. Райден против Глюкенбог. О, Райден. Ну, это слишком. Хочется посмотреть. Давайте, Райден и вызвем. Ну, я хочу ещё какую-нибудь карту. Гор, там же всякие вообще. Давайте зимнюю, что ли, карту. Снова вернёмся. Всё-таки у нас... Немножечко похолодало. Слишком, да, вдруг. Так, Райден. Ну, Райден, блин, против... Хотя, по-моему... Я вот, если честно, не знаю, как это по канонам будет. Ладно, поехали. Сражались. Сначала первым делом посмотреть, потому что я уже... Вау, вот он классный. У меня, правда, превью. И Глюкенбог. Всё. Вау, круто. Поехали, ребят. Опять лбами. Классика просто. Ну, у Райдена молнии, да, вроде должны. Да, бог молния. В общем, такой серьёзный парень. Ой. Сейчас поджарит. Опа. Слушай, ну тут ещё... Хотя, не ясно, если честно. Надо сбоку посмотреть. Ну, всё, два мастера. Выглядит эффектно. Выглядит эффектно. Нет, прикинь, Райден проиграл. Да. Ну, в принципе, так и должно было произойти в каком-то смысле. И кровища. Фаталити. Всё как положено. Иначе какой-то ребра, я даже не знаю, что такое. И Чак Норрис. Чак Норрис появлялся в какой-то части. Так, такие, да, до персов. Вроде как, слушайте. А, похож, похож, смотри, прям реально. Ооо. Вот это я не знаю. Я тоже без понятий. Похож на короля обезьяны. Ого. У нас северные кровавые сияни. Да, только он не знает, с кем связался. По идее, Чак Норрис, ну, невыбиваемый. Зачем его добавлять? Если... Слушай, да, он победил. Реально, вы видели. Такс, у нас остались, получается, только это, линия победителей. Правильно? Так. Первым выиграл у нас... Скорпион. Скорпион, спасибо. Илю Кэнг. Вот это, кстати, хорош. А, кстати, знаешь, Джонни Кейс же нет. Не хватает Скорпион. Как там его зовут? Кейси. Кейси Кейси. Или как там? Ну, это да, это уже в новой части. Джакса не хватает. Из классических персонажей. Я бы, знаете, кого хотел, видимо, Эрмута какого-нибудь, Рейна. В общем, ниндзи побольше. Вот этих, ну, так же, образно говоря. Ладно, какое-то мясо, огонь versus огонь. Там этот еще, как волк, типа, был. Найтвульф? Да, да, да. Слушай, а куда Люкенг делся? Он из-под земли, что ли, атаковый? Офига себе, вот это хитро, вот это хитро. Подойдите к первому компьютеру, пожалуйста. И все равно он проиграл. Скорпион победил. Смотри, какой кадр просто. Ну, вообще, красавчик. Он ему прям разбомбил. Скорпион показал, кто здесь главный. Скорпион минус. Дальше идем. Кунг Лао сражался против кого у нас? Против Елены. И выиграл. Да. И Китана против этого сражался. Ну, надеюсь, как-то так. Слушай, ну, это столкновение не должно по канону происходить, но пофига. Какая разница? У нас здесь чисто битва. Просто. Блин, все отбивают его шляпы. Просто какая-то матрица нереальная. Слушайте, он замедленный. Она классно двигается. Согласен. И хоть держит она специфически. А, вот уже нормально. Кто кого за синими. О, Китана победила. Вот так вот она его взломала. Главное, потом, ну, запомнить кто кого. Запомнить. У нас Скорпион. Скорпион и Китана. И... И Китана просто. Алю Кенг. А, Скорпион выиграл в этом. Да. Все хорошо. Получается у нас дальше кто? Кенша сражался с этим. Да, и он победил. Кенша, значит, против Нубсайбет шансунг победил. Да, вроде бы. Так, неплохое будет сражение. Сейчас можно будет карту тоже сменить. Ого! Вау! Вот это захват! Вот это прием! Больше как Нубсайбет поступил в каком-то смысле. Ну, знаешь, на войне, как говорится, все средства хорошие. И кровишка, конечно, пошла. Когда знаешь, один прием используешь только его. Да, да, да. Все, шансунг в шоке. Славное, работай. Ну, на самом деле, это не круто. Фу! Жух! Опа! Мы будем пытаться такие, типа, суперкадры выбирать. Сражение, чтобы было более эпичное. Эффектно, эффектно. Я как будто кино смотрю. Еще замедление, Миш, идеально просто. Все, вабах. За красными. Красный победил. Красный это у нас кто? Шансунг откатился, отошел. Ага, ясно. То есть у нас Кенша, да. Так, хорошо. Следующая карта будет... Ну, явно не античность. Ну, давай. Прикинь, вот на такой, да. Такая может быть. Такое может быть. Это... Какого? Страна добрых. Я уже забыл, как она называется. Так, дальше у нас. Сюда-то с Фуджином сражал. Возвращение, помню. Она... Кто победил? Никто не помнит. Можно еще раз попробовать их скрестить. А, ну давай, 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 быстро. Чтобы уж это... Чтобы все было честно. Наверное. Правда, в дырпу как бы не улетел бы никто. Тот пинком, пом, поб... А, вот не помню. Ну ладно, сейчас вот кто победит. Тот и царь. Тот и царь. Тот и царь. Тот и царь. Она наг... Так, ну сейчас победил Фуджин. Значит, Фуджин. Все. Хотя такой... Я проиграл тогда. Ну ладно, пофигу. Как есть, так вышло. Ему... Он с Богом... Дали шанс. Он с этим, да? Но это будет тяжело, на самом деле, победить. Потому что Рейден проиграл. Да, Рейден получил по лицу своему. Слушай, ну он четко увернулся от этого приемчика, но он его нагнал. Его настигает вихрь. А ему пофиг было. Было бы прикольно, если бы он такой прям в стенку. Все, подобрался. А не только и делал, что скачет. Слушай, ну тут такие прям сразу... Ооо. Эпик, эпик, эпик. Комбо, ё-моё, пошло. Реально, знаешь, мастера бывых искусств. Ну тут дальше больше не на Мортальник похоже, а на какой-то... Притаившийся Дракон там. Очень депутат. Все, Фигауну откинул просто. Фуджин улетел. Камень, ножницы, бумага. Пять минут полет нормальный. Что у нас еще осталось? Чак Норрис. Чак Норрис победил. А вот ему не нужно сражаться. Чак Норрис. Ну пусть... Блин, это Чак Норрис, по идее, его нельзя победить. Он будет как Шансун, короче. Последний. Так, значит, у нас Скорпион, да? Скорпион против Чака Норриса. Китана. Или нет? У нас Китана выиграла тогда? А, да. Все. Вроде бы. Память оперативной заканчивается, ребята. Если что, все куплено. Ладно, пусть будет Китана. Китана я не помню, с кем сражалась. Она красивая... А, Кунглау она сражалась, она победила. Все. Не знаю, не уверена, сможет ли она Скорпиона одолеть. Он такой, прям, слушай, хлыстом сейчас своим. Вот он пока, по-моему, по исполнению один из самых классных Мерсов. Так, она, походу, улетела. Что, серьезно? Ну все. Обещала ли она вернуться? Все. Ну, я считаю, Пит, то есть, скинул. Ну, так вышло. Скорпион, опять же, пока побеждает. Так, хорошо. У нас дальше был кто? Кенш, я точно помню. Так. Ну, Псайбет проиграл. Шансун проиграл. Шансун проиграл. Фуджин? Фуджин, да? Погоди, а Фуджин с богом Люкенгом сражался. А, да, и Люкенг его одолел. Так что у нас уже... Ё-моё, какая сложная система, надо было записывать. Согласен. Ну, ладно, мы же тут не на корову, как говорится, а на жизнь всего лишь. Потому что ничего страшного. На жизнь всего мира, между прочим. Ну, в принципе, кстати, они оба плюс-минус за добро сражаются. Так что тут как бы... Ну, у каждого свои планы. Чак Норрис непонятно. Оу, была мощная атака. Фига себе он с лестницы. Но, по-моему... Блин, я на самом деле помню, в этом Mortal Kombat Армагеддоне крутая штука была. Были на уровне... Ну, кроме того, что там был Армагеддон, там на уровне можно было скинуть с лестницы или еще откуда-нибудь. Смешно это все выглядело. И где там, чем... На самом деле тоже ностальгически как-нибудь вернуться будет. Надо было бы говорить. Ладно, короче, мясо-то у нас происходит. Какой-то именно на шутку. Ого! Вот это неожиданно для меня. Если честно, я... Я рад, что победил этот. Мне нравится он, да. Кенши. Вообще хороший персонаж вроде как. Так, ладно. Ты... Слушаем, что получается? Стычка года. Ну, это еще не конец. А кто... А кто еще живет? Скорпион? Ну, так скорпион. Тогда, получается, скорпион уходит против Кенши. Фу. Сзади появился и... Ого! И увернулся скорпион. И потом увидим... Да что, серьезно? Нет! Это так тупо закончится. Он телепортировался. Ого! Это не тупо. Это продолжается. Но он прям хочет его скинуть. Пытается всеми доступными ему методами. Слушай, ну тут, конечно... Смог бы скорпион вернуться. Вот это опасно выглядит. По-моему, скорпиону... Нет. Скорпион победил. Ого! Что это за машина? Слушай, машина. Реально. Хотя у Кенши боев-то побольше. Так, и чего у нас? Кстати, а кто дороже? Скорпион, по-моему, подешевле, да? А, нет. Чак Норрис. Сейчас бы... Зря бы мы его записали в Шаокана. Чак Норрис. Ну, ладно. Будем надеяться... Если все сделано правильно... По-моему... То его не одолеть. Чак просто люлей получает, я могу сказать. Пока что да. По полной. Это фора, между прочим, называется. Ну, ты смотри, кто бы еще смог выдержать такое. Все, победил. Скорпион. Фигаси. Слушай. Такой вот кадр немножко... В нашей битве побеждает. Скорпион! Еще не все. И вдруг... Скорпион, блин! И вдруг узнается, что пришел мстить Саб-Зиро младший. Так что, во! Праздник нам приходит! Начинаем! Финальный бой! Так они же между собой дрались! Ну, у нас лор поехал. А, ясно! Давай, стужа! Сражайся ниже нуля! Где он, кстати? Вон, он за елкой спрятался. Но это ему не поможет. Не особо спрятался. Неужто? Это, блин, я даже не знаю. Ну, все, это безоговорочный. Хитростью взял его. Победители в квадрате, я могу сказать. Да, конечно! А что? Нет, так погоди, Скорпион победил? Чего мне так-то? Так нет, победил вообще сейчас... Да, Скорпион? Скорпион, ты не видел между елок. Он скинул Саб-Зиро младшего. Блин! Ну, все, это мой герой. Все, в общем, клевая битва. У нас еще много всяких приколюх в плане вот этих сюжетных, так скажем, да, и модов. Так что давайте, голосуйте лайкосом, если хотите еще тап. Всем хорошего пострадания, всем пока! Всем пока!